В столице Чукотки теперь выращивают не только помидоры и огурцы, но и кабачки, баклажаны и перец. И это не считая зелени. Единственная в Анадоре теплица, работающая на грунте, дает сотни килограммов продукции в день. В этом году объем урожая планируется довести до 75 тонн. Наш корреспондент Антон Кучин побывал на производстве. Северная чукотская земля тоже может быть плодородной. Анадорский предприниматель и глава местного крестьянского фермерского хозяйства Анатолий Тынтин вот уже более 30 лет осваивает секреты сельского хозяйства в вечной мерзлоте. Он единственный в окружной столице, кто выращивает овощи прямо в грунте. В зависимости от сезона в этих теплицах удается получить до 40 наименований продукции. Сейчас здесь активно растут огурцы, каждый день собирают более 200 килограммов. До сотни доходит суточный урожай помидоров, а еще десятки килограммов кабачков и баклажанов. Основной у нас огурец идет. Огурец, потом помидор. Это такие культуры основные. Кабачок сейчас подходит к этим культурам, тоже спросом пользуется. Ну, перцы, баклажаны. Это так себе не особо там. Ну, все равно для ассортимента они должны быть. Укроп, петрушка, сельдерей, базилик, лук, рукола, салат какой-то будет, шпинат, щавель. То есть это все будет, оно все есть. Все то, что обычно везут на Чукотку самолетами из других регионов страны, сейчас растет прямо здесь, на Крайнем Севере. Важен только труд и особый подход. Еще в 1993 году предприниматель взял землю за гордом в аренду и стал выращивать на открытом грунте редис. Затем выкупил участок и построил первые теплицы. Сейчас их площадь составляет уже более трех тысяч квадратных метров. На Чукотке нечасто встретишь лето, а здесь лето, можно сказать, круглый год, причем теплое лето. И как бы заходишь, атмосфера, все пахнет вкусно, ну, можно сказать, как у бабушки на огороде. И это очень сильно манит сюда. Здесь многосторонняя работа, то есть это физически и, скажем, для здоровья очень полезно, скажем, как санаторий, скажем так, отдыхаешь, лечишься, ну, как-то так. Летом теплицы чукотского хозяйства прогреваются до 40 градусов, а зимой отапливаются электронагревателями. С оплатой услуг ЖКХ помогает правительство округам, предоставляя субсидии на оплату электроэнергии. Взамен предприниматель поставляет к продаже населению несколько десятков тонн овощной продукции, обеспечивая продуктовую безопасность столицы Чукотки. Овощи вот у нас, которые вырастут, и я сколько пробовал на материке, разница есть во вкусовых качествах, потому что у нас здесь радиация совсем другая по сравнению с материком, и это влияет на вкусовые качества. То есть вкус овощей у нас немножко сладче получается, более насыщенный такой. В этом году в планах довести урожайность до 75 тонн овощной продукции. Её Анатолий Тынтин поставляет как в торговые точки Анадыря, так и в различные городские учреждения. А в собственном торговом павильоне огурцы, помидоры, кабачки и ароматная зелень раскупаются с прилавков за считанные часы. Антон Кучин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.